Суд принял вручение, Волгский суд, что признание договора аренды земельного участка недействительным. Мне бы хотелось от лица своего лично, от всех жителей 5-го дома, 3-го, ближайшего дома, также от Глебовича Оврага, жителей местных, которые здесь обычно ходят, поблагодарить прокуратуру города Саратова за внесенный вклад, за их труд, за то, что они нам помогли разобраться с этим вопросом и в суде решить эту проблему. Здесь были деревья, росли. Перед тем, как это все снесли, насыпали мусор строительный и все. Я живу здесь 36 лет. Здесь раньше было у нас, ну, аллейка. Были каштанчики двухсторонние, там, может быть, и тополька, и каштаны в лавочке были. И мы хотим, чтобы здесь была опять зеленая зона. Мы просим нашу просьбу удовлетворить. Хотелось бы, чтобы сделали какой-то сквер, чтобы можно было там отдохнуть, чтобы, в общем, глаз радовал. И со стороны дороги просто какой-то карман для парковки автомобилей сделали, просто для парковки, потому что транспорт здесь имеют очень многие. Вот сейчас идет такое вот новшество, спортивные площадки, вот для взрослых, там какие-то вот велосипеды, вот это вот. А то вот, гляжу, вот мужчины вот здесь бегают мусоркой, они тут же занимаются молодые. Короче, и детям хорошо, и спорт, и все такое. Михаил Александрович, хотелось бы такое попросить его, чтобы он нам отремонтировал эту дорогу, потому что более 40 лет она в эксплуатации, ни разу ремонта не было. Вот то, что тут заборы ставили, торчат только металлические костыри, видите? Да, и все. Чтобы скосили это все. И туда будут сбрасывать мусор, а мы не хотим этого. Потому что здесь свалка была. Зеленую зону для отдыха. И как можно поскорее, пока здесь не завалили, никто еще не объявился опять зацепиться. Мы здесь, знаете, боремся с 2002 года. А я хочу поблагодарить вашу программу «Взгляд». У вас очень такой зоркий, критичный взгляд. И очень здорово. Я даже считаю, что 80% вы заслужили отбить. Это точно. Большое спасибо и корреспондентам, и операторам. Ну, это просто... Молодцы.